Ребята, всем огромный привет, добро пожаловать на канал, у нас сегодня с вами расслабленная рубрика, которой не было довольно давно, рубрика вопрос-ответ, и вот в честь чего она сегодня. Дело в том, что сейчас на дворе 2024 год, а в 2014 году, 10 лет назад, в декабре 2014 года, я выпустила самое первое видео на этот канал, и это было мое самое первое видео на YouTube, мой опыт с дачи GMAT. И, по иронии судьбы, буквально два часа назад я в очередной раз создала TOEFL тест, это тест по английскому языку, отчитываюсь из того, что я увидела на части чтения, у меня 30 с 30, на части слушания, listening, 28 с 30, и дело в том, что это настолько напряженный тест, что-то в какой-то момент уже просто у меня мысли поплыли, и я там реально пропустила часть, про которую потом был вопрос. Я вам немножко намекну на то, зачем я сейчас задаю эти тесты, но я думаю, что в этом году от меня будет несколько больших новостей. Сейчас буду все по порядку рассказывать, на самом деле очень много вопросов вокруг этого, поэтому погнали, ваши вопросы. И знаете, что я хочу отметить перед тем, как я отвечу на первый вопрос? Очень много ребят, кто смотрит меня на протяжении всех этих 10 лет. Если вы сейчас можете пойти в комментарии и написать, когда вы меня начали смотреть, это просто настолько поражает, когда ребята пишут, смотрю тебя до того, как у тебя была тысяча подписчиков, или очень много кто подписался в период, когда я жила еще без детей в Сан-Франциско, и это настолько классно, это ощущение того, что мы с вами движемся и живем эту жизнь вместе. Более того, я канал свой русский начинала для того, чтобы соединяться с людьми, которые тоже хотят учиться за рубежом, потому что я когда поступала, мне было очень одиноко. И сейчас вот буквально на выходных я была на встрече студентов университета Минерва здесь, в Хиллсбруно, с Кремниевой долине, и там было где-то 5 человек, кто говорил по-русски, они подошли ко мне и сказали, Марина, мы выросли на твоих видео, мы готовились к поступлению с LingvaTrip, ну там, проходили курсы по языку и так далее. И для меня это настолько ценно, то есть изначально этот канал никогда не был какой-то коммерческой идеей, это был сопутствующий продукт моему поступлению в США. В итоге это переросло в то, что сейчас YouTube это там 80% моей профессиональной жизни, ну в общем, обо всем по порядку, погнали отвечать на ваши вопросы. На самом деле я человек простой, пойду просто по самым залайканным комментариям к комьюнити-посту, который я оставляла. Ехать в Кремниевую долину в 2024-м, пытаться сделать свою IT-компанию глупая идея, может лучше Техас или вообще Делавер и работа из Европы с жизнью в три раза дешевле? Ох, ребята, на самом деле это вопрос, вот вы не поверите, уже 10 лет мы, сколько, 9 лет мы в Кремниевой долине с 2015-го, переехали окончательно в 2016-м, я каждый день себе задаю тот же вопрос, вы должны понимать, сколько здесь стоит жить, то есть у нас есть детский сад, который стоит 2700 долларов на ребенка в месяц, у нас двое детей. Так как мы с Димой постоянно работаем, и у меня, например, в течение дня нету возможности готовить, ну, ладно, давайте честно, она у меня есть, я просто не очень люблю готовить, и я понимаю, что я бы лучше сейчас сняла видео или что-то еще поделала, и вечером я хочу, например, просто лечь на ковер с детьми и играть с ними, поэтому с нами живет няня постоянно. Еще этот плюс в том, что он дает нам с Димой возможность сорваться навстречу, которой идут довольно часто. И вот что я хочу сказать, когда мы переезжали в 2015-м году без детей, когда мы получили инвестиции, вот этот переезд абсолютно оправдан, ты едешь, тебе дают инвестиции, у тебя нету с собой вот этого багажа, который надо содержать на уже несколько десятков тысяч долларов, да, в год уходит только на детей, это легче, плюс там страховка, да, медицинская, очень много всяких нюансов, поэтому если вы молоды, если у вас идея стартапа, если вас ничего не держит там, где вы сейчас, езжайте и следуйте мир, потому что потом такой возможности не будет, вы понимаете, я сейчас, вот меня пригласили на Кипр на конференцию и в Канны, и это рядышком, это 10 дней в Европе, но я думаю, как это 10 дней я брошу детей здесь, ну то есть я уезжала от них максимум там на неделю в прошлом году на Каннский фестиваль, это настолько меняет твою жизнь, настолько больше ответственности, и знаете, я вот думаю, насколько бы было бы легче, если бы, например, мы не переезжали никуда, и жила бы я в Петербурге, и у меня в 20 минутах пешком жила бы моя мама с папой, там в 40 минутах на машине жили бы Димина родители, у Димы бабушки и дедушки в Петербурге, у меня бабушка и дедушка в Москве, представляете, как классно, какая свобода передвижений и свобода того, что я могу отдать детей на выходные, поэтому пока у вас нет детей, пожалуйста, путешествуйте, запускайте стартапы, пробуйте все, что угодно, потом, когда вы уже подумаете, окей, надо бы состепениться и искать детей, начинайте реально вот планировать бюджет, потому что Америка, мне кажется, самая дорогая страна в мире для того, чтобы заводить детей и при этом еще, знаете, с нестабильным доходом жить, в общем, такое, ой, обожаю этот вопрос, давайте про него поговорим, Однажды в сети завирусился целый ряд роликов, где рассказывают о том, как вы неграмотно говорите по-английски, как к этому отнеслись и какая была первая реакция, я ваша большая поклонница, спасибо большое, ох, вы знаете, такая тема, давайте так, если убирать из этого эмоциональный аспект и смотреть тупо по фактам, сухо по фактам, я схожу в топ-10 каналов по изучению английского в мире, ну, скорее всего, по подписчикам, там, по каким-то рейтингу, в общем, меня включают в топ-10, и при этом у меня ошибки на канале, которые я не вижу, с точки зрения продакшена, с точки зрения того, как выстроен процесс, это было абсолютно неправильно, после того, как вышли эти ролики, я наняла в команду носителя, учителя из Калифорнии, который отсматривает все мои видео, но, понимаете, вот здесь включается эмоциональная подоплека, после того, как носитель стал проверять все видео, и там ошибки монтажа, фиксить и так далее, люди, которые делают эти видео, они продолжали их делать, и они пошли на других блогеров и так далее, то есть цель там была не помочь мне сделать лучше канал, а цель была вырастить популярность за счет других ютуберов, у которых есть ошибки произношений, и если в общем смотреть на эту ситуацию, я как учитель, да, естественно, удар по самолюбию, плюс, важный момент, я же не учитель, я как студент это все рассказываю, и действительно, наверное, нужно было с самого начала выстраивать такую систему на канале, чтобы я этих ошибок не делала, благо она выстроена в LingvaTrip, где пишут курсы методисты, и работают аккредитованные учителя, в моем плане, с точки зрения моего канала, я теперь выстроила эту стратегию, и я все-таки вернулась больше в позицию того, что я как студент рассказываю об изучении английского языка, и как иммигрант, как я его применяю, вот, так что с точки зрения моего продукта, продукт действительно был недоработан, с точки зрения какой-то эмоциональный, да, действительно, ну, неприятно, когда, знаете, такой вот хайп чисто на тебе, ну, то есть, условно, как бы я хотела в идеале, чтобы сделать, написали Марина, мне недавно, кстати, написал человек, не по моему каналу, по-другому написал, что вот, вы там взяли у нас материалы, и мы это очень быстро решили, я разобралась в ситуации, мы с человеком все мирно уладили, остались в классных отношениях, договорились о совместном сотрудничестве в будущем, и это то, как, по идее, должно происходить на ютубе, да, ну, цивилизованно, как бы я это сделала, я бы никогда не сделала так, что пойду, разнесу там человека в пух и прах, но скажу так, я воспринимаю это как путь, и это был очень полезный опыт, это и есть полезный опыт, я думаю, там, я не смотрю на этот канал особо, но я думаю, что видео продолжается, судя по всему, и, в общем, ну, вот такое отношение, это мне сигнал постоянно улучшать мой продукт, постоянно улучшать продукты, которые мы создаем, чем я и занимаюсь, и я благодарна за то, что есть люди, которые указывают мне на мои недоработки, потому что сама бы я их, наверное, не заметила, поэтому теперь процесс выстроен лучше. Вы считаете, что люди из-за коротких роликов деградируют? Понятно, это великолепная возможность для контент-мейкеров, но какая польза для зрителей? Вы знаете, тоже такой немножко философский вопрос, если мы вернемся, там, 20 лет назад, да, я, например, читала «Взахлеб Донцову», деградировала ли я? Я не уверена, что я прям деградировала, но действительно это чтение не помогало мне развивать философское направление моей мысли. С другой стороны, я считаю, что польза в отдыхе есть, и она огромная. Если бы мы постоянно читали научные статьи, мы бы с вами не были такими счастливыми, как, знаете, вот это, если уберешь кофе из своей утренней рутины, то твоя жизнь станет, там, на 80% хуже. Есть какие-то маленькие радости, все хорошо в меру. Естественно, ничего хорошего в том, что, там, дети, если родители им это позволяют, целыми днями сидят коротких роликов, но нет ничего плохого в том, чтобы посмотреть их 15-20 минут в день, расслабиться, отвлечься от того, что происходит у тебя, и как-то посмотреть на мир. Ну и, кстати, раз уж мы про короткие ролики заговорили, у меня 9 апреля будет бесплатный лайв для тех, кто хочет снимать эти короткие ролики, про то, как адаптировать тренды, про то, как работать с брендами. Кстати, из-за коротких роликов у меня открылось огромное окно возможностей коллаборации с американскими брендами, потому что они приходят, очень много кто приходит на короткие ролики, там, в фэшне, в мебели и так далее. Я это все буду рассказывать, в дальнейшем на своем курсе по коротким роликам, а тем, кому интересно начать снимать и вообще понять, как это все работает, как снимать патронную музыку, где ее искать, и также, если вы уже снимаете, чтобы я разобрала ваш канал, я буду выбирать несколько ребят, кого разберу, то ссылка будет внизу в описании, 9 апреля, бесплатный вебинар. В каком городе или регионе вы планируете опенсионериться и почему? Ой, ребята, как я люблю этот вопрос, знаете, как мы любим с Димой помечтать и порассуждать. Вот идеально, в идеальном мире, где все спокойно, мы с апреля по октябрь живем в Петербурге, ходим в театры, ходим в рестораны, ходим по музеям, а на зиму уезжаем куда-нибудь в Монако, в Кремниевую долину, ну вот работаем, да, а лето, ну ладно, с мая по сентябрь, то есть, опять же, я не могу предсказывать уровень своей энергии, сейчас, если вы мне скажете там полгода отдыхать, я, наверное, соглашусь с тем, что можно полгода отдыхать, я в прошлом году отдыхала 6 недель, мне очень понравилось, в этом году я, наверное, не смогу себе позволить отдых 6 недель, но хотя бы 4 недели я хочу прямо вот отдохнуть. Знаете, в идеале я бы была в Петербурге плюс какая-то, ну вот, например, Кремниевая долина плюс там Италия, такая мобильность для меня безумно важна, мы в декабре вернулись из нашей поездки в Дубай и на Мальдивы, и я уже, у меня уже руки чешутся, я так уже жду этой поездки на Кипр, она будет через, она уже на самом деле, через 6 недель, нужно тихоньку билеты покупать, я очень жду, мне очень важно постоянно перемещаться. Спасибо за интересное интервью, спасибо вам. О, первый ролик залетел на 3,2 миллиона, Елена, поздравляю, очень приятно, 10 лет назад родила первого ребенка, помогли не закисаться от рутины, так, спасибо, столько комплиментов на самом деле. Так, вопрос, есть ли смысл сейчас создавать каналы на YouTube, и какие ниши сейчас актуальны и интересны людям? Ребят, я не хочу про это сейчас много рассказывать, но я просто вам так немножко расскажу, чем мы занимаемся, про Lingva Trip тоже были вопросы, мы сейчас стартуем много каналов без меня, знаете, такой удар по моему самолюбию, не то, что удар по самолюбию, я как предприниматель радуюсь, но мы завели канал, который сейчас генерирует примерно 20 процентов выручки, как мой основной канал Lingva Marina на 8 миллионов подписчиков, этому каналу, который мы начали, типа, 2 месяца, окей, сори, извиняюсь, 3 месяца, мы его начали в январе, я рекомендую вам обратить внимание на ту нишу, в которой вы эксперт, то есть мы пошли конкретно по нашей нише, у нас есть огромная аналитика, мы уже там сколько лет в индустрии, с 2011 года, мы знаем, где основные деньги, точнее мы давно знали, но почему-то мы не предпринимали некие действия, сейчас мы начали предпринимать и мы видим результаты, поэтому стартуйте YouTube каналы в той нише, где вы понимаете, что происходит и где вы видите, что недостает контента. Марина, вы единственный блогер, кого я смотрю с самых первых видео, ребят, знаете что, я не чистила комментарии под этим комьюнити-постом, обычно комьюнити-посты собирают не самые лестные комментарии, здесь вообще все прекрасно, спасибо вам огромное. Так, что вы можете сказать о платформах YouTube Япи, а, Рутуб Япи, есть ли у них будущее, вы там представлены? Есть на Рутубе, мы с ними довольно давно начали сотрудничать, мне кажется, года 4 назад, когда они только зарождались, мы договорились с ними, что они автоматом будут выгружать мои ролики с YouTube на Рутуб, но если честно, я не вижу там особых просмотров, я так понимаю, что там основные просмотры набирают те ролики, которые они ставят на главную, а я на главные у них не фигурирую, поэтому у меня там есть присутствие, но оно с точки зрения просмотров минимально, то есть в основном YouTube. Скажите, пожалуйста, бывают ли у вас депрессии или апатии? Ну, депрессия это клиническое состояние, его надо диагностировать, насколько я понимаю, апатии бывают прям очень, ну, естественно, бывают примерно раз в неделю по субботам, когда я просто никакая послерабочая неделя, и если еще в этот день у детей плохое настроение, то это просто рецепт к тому, что я так и говорю, Дима, все, я уезжаю с ними в Таиланта, даю их родителям, чтобы там просто полежать где-то, ну, такие вот, знаете, прям, все, мне надо куда-то вырваться, или говорю, все, я вам оставляю детей, уезжаю там в Техас еще куда-нибудь, то есть у меня такое вообще постоянно бывает, но мне надо просто отлежаться, сходить на массаж, Дима меня отпускает куда-нибудь проветриться, и я возвращаюсь домой нормальным человеком, апатия бывает естественно, вы знаете, для меня, я знаю, что много кто говорит про то, что нужно фокусироваться на одном деле, для меня лучший способ борьбы с апатией, с тем, что я не хочу что-то делать, это иметь несколько дел одновременно, то есть, например, я устаю от одного канала, я переключаюсь на другой, устаю от YouTube в целом, переключаюсь на Instagram, устаю от Instagram в целом, переключаюсь еще на что-то, там, мы купили недвижимость сейчас, устаю от недвижимости, переключаюсь на Lingva Trip, то есть, наличие множества дел, между которыми я могу переключаться, помогает мне, знаете, к смене деятельности есть отдых, вот, примерно то же самое, и помогает мне как-то с апатией бороться и так далее. Интересно узнать про процесс работы с инкубаторами для тех, кто живет вне США, вы как раз были в такой ситуации, да, мы были в такой ситуации, но мы переехали в США, когда нам сделали предложение, это важный момент, потому что там отличаются условия работы, ты немного рассказывала, но интересно, практические советы, видишь ли ты смысл, насколько большие ценности они дают, вы знаете, Y Combinator очень правильно сделал в этом году, он сказал, я, не цитируйте мои точные цифры, потому что я их не помню, но примерный порядок там такой, если вы иностранный стартап, который переезжает в Сан-Франциско для того, чтобы участвовать в программе Y Combinator, то вам дают 125 тысяч долларов, если не переезжать, остаюсь в стране, то 25 тысяч долларов, логично, потому что, ну, объем инвестиций пропорционален примерно нескольким месяцем жизни, ну, вот конкретно в Сан-Франциско для фаундеров, и с учетом найма команды и так далее, поэтому, если у вас цель в дальнейшем развивать стартап в США со всеми вытекающими последствиями, вы останетесь тут жить, у вас тут будут дети, у вас тут будет инкорпорирована ваша компания, у вас будут местные цены на юристов, местные зарплаты, местные страховки, то есть все местное, это очень большие косты, но при этом очень большие возможности, то это один вариант, с другой стороны, если вы строите больше такой лайфстайл бизнес, то есть у вас, например, не венчурная история, а условный LingvaTrip, это не супервенчурная история, и когда мы заходили в этот рынок, на много кто из инвесторов говорил, вы знаете, ну, то есть, может быть, в вашем случае не нужно поднимать мега-раунды, чего и не случилось, да, в вашем случае, может быть, нужно выстроить из этого кашкау и так далее, просто лайфстайл бизнес, который вам приносит деньги, вы на это живете, но венчуру тут как такового не получится, вот вам нужно очень четко для себя ответить на вопрос, если это венчур, да, окей, Кремниевая долина лучшее место, если это такое пограничное состояние, если там кашкау, бизнес, который будет приносить деньги, может быть, пусть он приносит вам деньги, а вы живете в более дешевой стране, но если у вас есть амбиции в дальнейшем что-то еще построить, как у меня там, еще что-то построить, поинвестировать в стартапы, и мне, ну вот, безумно нравится среда предпринимателей, то, естественно, мне кажется, Кремниевая долина это сейчас метко, я понимаю, что есть разные инкубаторы в разных странах, но вот как-то мне кажется, что, ну и понятно, здесь сейчас AI больше всего развивается, мне кажется, это место очень уникальное в мире. Я приеду, я сейчас дозапишу и приеду к вам, я видео записываю, ладно? Да, все, извините, вот, пожалуйста, дети должны были в театр пойти, но папа решил, что сегодня время для площадки. Мариночка, посоветуйте, какая, на ваш взгляд, в ближайшие годы будет самая востребованная профессия, потому что большая часть подростков на сегодняшний день не знают, кем хотят стать и куда поступать. Отличный вопрос, на самом деле, мне кажется, здесь такой ответ будет, нужно уметь адаптироваться максимально быстро, потому что все, что я вижу, это как AI меняет индустрию, и, например, там, анимационный специалист, специалист по анимации, в ближайшие несколько месяцев заменит Sora AI. Множество киностудий могут заменить вот эти вот AI-модели, которые генерируют видео, поэтому я бы на данный момент сказала так. На самом деле, мой ответ всегда был таким, учитесь на что-то сложное, если есть потребность в этом, математика, физика, экономика, что-то связанное с точными науками, и потом, потому что точные науки, они прививают вот эту способность разбираться в сложном предмете, смотреть шире, чем есть проблема, в дальнейшем на этот каркас можно нанизывать все, что угодно, брать дополнительные курсы, дополнительное образование, но в идеале, вот я рада, что у меня первое образование математика и экономика, потому что математика это тот уровень образования, который, вы знаете, я рада, что я его тогда прошла, пять лет отучилась, и мне на этот каркас намного легче потом стал нанизывать маркетинг, языки, поступление на MBA и так далее. Обучение в Европе или Америке? Где больше возможностей развития и какие сферы для обучения стоит выбрать в 2023 году? Смотрите, сколько много вопросов таких, я думаю, что нужно сделать отдельное видео по профессиям в общем, но опять же, видите, обучение в Европе или в Америке? Мне очень сложно за вас ответить, в Европе обучение дешевле, то есть, окей, я одноотвечена так, мои дети, где будут учиться? Я думаю, что они пойдут в Американский университет, потому что на данный момент университеты в США очень сильные, с очень сильными программами, но они обязательно у меня поедут на study abroad, то есть они год проведут в Испании, в Италии, в Германии, вообще планирую Германию, потому что я сама там училась, ну, по стопам мамы, и потом я увидела сразу вопрос вообще, сохранится ли сила университетов? Вы знаете, вот мы очень часто в Кремниевой долине на эту тему говорим, и мы приходим к такому выводу, что останутся элитарные университеты, то есть Стэнфорд, Гарвард, как знаете, такие, вот как оффлайн сейчас становится люксом, да, оффлайн это действительно дорого, тебе нужно выделять время, сейчас там в онлайне обучение любое можно пройти, и вот 10 лет назад это было сложно представить, в смысле оффлайн это люкс, этого будет все больше и больше, в оффлайне будут учиться только те, кто себе действительно может это позволить, выкрыть 4 года жизни, пойти в Стэнфорд или Гарвард, для многих других, к сожалению, участь будет пройти только онлайн-курсы, и быстрее понестись, зарабатывать, поэтому я думаю, что будет вот такая элитарность университетов еще больше, чем сейчас, но это мой прогноз, мы ничего не знаем, может быть их вообще уже не будет, и видите, AI развивается намного быстрее, чем мы все думали, и намного быстрее изменяются профессии, намного быстрее идет развитие, развитие, и, к сожалению или к счастью, мы не можем уже ничего предсказывать, даже самые точные прогнозы специалистов опережаются искусственным интеллектом. Как ты нанимаешь сотрудников в команду? По каким параметрам ты определяешь, что готовы работать с выбранным тобой кандидатом? Это процесс, который оттачивается годами и до сих пор не отточен до перфекционизма, хотя я считаю, что все ребята, которые у меня сейчас в команде, это сильнейшие ребята конкретно для меня сейчас, и подходящие. Мы сейчас смотрим в основном на опыт, то есть если я беру операционного директора, значит операционный директор должен операционить, был до этого, энное количество лет в различных компаниях. Если я беру редактора на YouTube, значит этот человек с опытом редактуры на YouTube на больших каналах. Единственное исключение, выпускники моих курсов, потому что когда я обучаю человека сама, я понимаю, что ну он со мной будет сразу на одном языке говорить, и процесс онбординга произойдет очень быстро, буквально за несколько дней. Но сейчас для меня основной это опыт работы, и потом я обязательно смотрю пару недель на человека. То есть у меня сейчас была ситуация, знаете, взяли очень сильного кандидата, с топовыми каналами работала, и она пришла и выдала, просто на первом собеседовании выдала такое, что я такая, все, сильнейший кандидат мы берем. Но, к сожалению, в первые две недели, то там сначала заболела, потом ребенок как будто заболел, и я окей, я совершенно спокойно к этому отношусь, у меня самой двое детей, которые постоянно болеют. Но потом уже, когда все выздоровели, вот культура не сложилась, стала пропадать из чатов, не было вот этой проактивности. Для меня очень важна проактивность, чтобы человек был с идеями. Поэтому, наверное, вот такие два критерия, да, сначала опыт обязательно, чтобы я не учила профессии, а второе, проактивность и работа в команде. Как относишься к тому, когда твой контент копируют другие? Не просто идея, а прямо берут целиком твое, твой скрипт, название, слово-слово, но видеоряд другой. А я сейчас объясню, опять же, безэмоционально и эмоционально. Безэмоционально — это признак того, что я создала какую-то заходящую идею, и прекрасно, что люди ее берут, это подтверждение моего профессионализма. Эмоционально, с точки зрения психологии, я вижу человека, копирующего меня, как угрозу мне, потому что он пытается меня заместить. Поэтому понятно, что у меня возникают негативные чувства, но я как-то научилась смотреть на жизнь более прагматично, и я, ну, обычно я не говорю людям никогда, что, типа, скопировал мой контент, но, как бы, осадочка остается. Но в любом случае сейчас эра такая, что кто-то задает тренд, и все остальные этот тренд повторяют, мы так живем. Другое дело, что слово-слово, наверное, не очень хорошо копировать. Я стараюсь всегда, я с трендами работаю, я считаю, что это очень важный аспект работы креатора, который особенно короткие видео снимает, но при этом я всегда стараюсь адаптировать тренд под себя. Условно, когда мы снимали тренд про одежду, да, какой у тебя самый дорогой предмет гардероба сейчас на тебе, я достала из сумки налоговую декларацию и сказала, о, налоги сейчас буду оплачивать, вот самое дорогое. Вот, то есть всегда пытаться повернуть в свою сторону. Марина, есть ли книги, которые вы посоветовали про чтение для ментального саморазвития? Если желать написать свою книгу. Для своей книги я боюсь, что у меня еще нету контента. Вот она, я думаю, что я сделаю это когда-то лет через 50, через, не знаю, через сколько, но, понимаете, первая книга, мой первый опыт, она была такая немножко наивная детская книга. Я рада, что я это сделала, это был тренд, когда блогеры писали книги. Сейчас уже, когда я возрослела, я на это смотрю, что классно, что это было, но теперь, если я решусь писать книгу, я выделю два года своей жизни конкретно на книгу, и пока что у меня даже нету идей, про что бы писать, но, то есть, это серьезное такое начинание. Книги, которые я бы советовала, ребята, Транссерфинг реальности, все главы, все части, я все прочитала, я даже, знаете, сейчас что сделала? Так как я прочитала абсолютно все книги Вадима Зеланда, я сейчас подписалась на два канала в Телеграме, Транссерфинг реальности и Вадим Зеланд, там каждый день выкладывают просто главы этих книг в аудиоформате, либо какие-то цитаты, и я на ночь, включая вот одну главу, она там 3-5 минут, очень помогает настроить мысли на правильный лад. Опять же, ну, можно по-разному относиться, он немножко эзотеричный и так далее, но мне это так помогает. Ну, и если что-то попроще, то как перестать беспокоиться и начать жить? Дэл Карнеги. Марина, какие качества в Диме ты ценишь больше всего? Какой хороший вопрос. То, что он на все мои... Ну, все, это конец, ничего больше не получится. Говорит, спокойно, это рабочий момент, мы сделаем вот это, вот это, а если будет так, мы сделаем вот это, вот это, все будет хорошо, посмотри, какая ты молодец, у тебя вот это, это, вот это, это, и вот это ты сделаешь. Знаете, я все время прихожу там с упадническими мыслями, а он меня возвращает к жизни. Наверное, вот это больше всего, вот это поддержка. Самую сложную минуту. Давайте, серия вопросов про мужа пошла. Как вы с мужем конфликтуете? Ой. Каждый остается при своем мнении, или оба соглашаетесь с тем, что обо мне не имеют место быть? Вы знаете, основные конфликты у нас сейчас происходят на почве детей, как ни странно. На почве того, что у нас разные подходы к воспитанию немножко, я все время говорю, Дима, надо жестче ей сказать, что ты с ней там мямлишься, надо сказать ей, нет, а Дима там мягкий, такой папа. И, наверное, на этой почве он говорит, что ты там, да что-то ты совсем злая, да не надо, ты там психику половаешь ребенку. Он говорит, да нет, надо ставить нам место в рамке. Вот. И я думаю, что в этом плане, мы каждый раз сходимся на том, что мне надо быть помягче, а он говорит, что ему надо быть пожестче, но в итоге каждый продолжает делать свое. Все всегда вокруг детей. Я думаю, с точки зрения бизнеса, мы в этом плане как-то уже притерлись друг к другу, а с детьми мы все еще притираемся. И да, какие-то вот пытаемся найти компромиссы, но каждый делает в итоге все свое. Вот, ну ничего. Откуда столько энергии? Так много проектов, перелетов, съемок. При этом вы прекрасная дочь, мама и жена. Ну, опять же, очень важно спросить детей, прекрасна ли я мама и Дима, прекрасна ли я жена и родители, прекрасна ли я дочь. Вот, потому что со стороны, понятно, что я же не все показываю в блоге. Я думаю, что основное это делать то, что тебе нравится. И не то, что вот мне это не нравится, я не буду делать. Естественно, есть работа, но когда это работа на любимое дело, ты от этого кайфуешь. И поэтому энергии выделяется больше. Когда ты себя погружаешь в какие-то действия, которые тебе чужды, естественно, энергии становится меньше. Хотели бы быть на ютубе, а заработок иметь пассивный, как ваша квартира, например? Да, конечно, это основная цель. Я хочу, чтобы у нас был выстроен пассивный доход так, чтобы я могла отдыхать не шесть недель, а шесть месяцев, и ничего не происходило с точки зрения моих обязательств перед командой, перед, там, сотрудниками, да, потому что и при этом содержать семью наш, поддерживать наш лайфстайл. Но, к сожалению, сейчас это нереально. Так, мы уже с вами довольно долго сидим. Ребят, для тех, кто смотрит сейчас еще вопрос, нужна ли такая рубрика продолжения, я не на все вопросы успеваю ответить, их очень много, но я с удовольствием сделаю продолжение, особенно, если вы еще в комментариях подскажете вектор, куда бы вы хотели двинуться, потому что я обожаю найти такую рубрику вопрос-ответ, у меня ощущение, что я сейчас пришла к кому-то на интервью, вот, но мне вопросы онлайн задают, и это довольно прикольное ощущение. Давайте возьму пару последних вопросов и отпущу вас. Классный вопрос был по поводу того, как изменился LinguaDrip, мы обещали, я обещала про это поговорить, пишут, что превратился в Skyeng, на самом деле мы не превратились в Skyeng, потому что Skyeng, ребята, они намного-намного дальше ушли нас в плане выручки, в плане количества студентов, мы этот тренд, знаете, вот я помню, 2016 год, мы встречались с Гошей и Матвеем, они приезжали сюда в Сан-Франциско, и, понимаете, я в душе всегда знала, что лучший способ учить язык там, где на нем говорят, но с точки зрения прибыльности, его надо учить в онлайне с преподавателем, с точки зрения заработка денег, объема студентов, которые себе могут позволить, и так далее, и мы очень долго это отрицали, пока не настал ковид, и у Skyeng все еще больше ускорился, плюс, опять же, подход к управлению компанией ребят и наш, то есть ребята выстраивают системы с самого начала, у них к каждому действию привязана метрика, каждое действие оцифровано, мы такие, знаете, предприниматели, от души все, ой, я считаю, что надо делать обучение с запряжением, потому что это лучшее, что есть в изучении языка, хороший предприниматель бы сказал, ну посмотри, ну 90% выручки на этом рынке, они делают онлайн, мы это осознали, когда наш бизнес схлопнулся в 2020 году, когда начался ковид, когда мы запустили онлайн, когда единственное, что нас спасло, это онлайн, и в итоге мы сейчас не занимаемся уже отправкой ребят за рубеж на краткосрочные курсы, мы оставили образование выше, и оставили среднее образование, а также мы оставили онлайн обучение языкам, у нас немножко другая концепция, у нас нет учителей, как в Skyeng, у нас есть несколько учителей, которые ведут курсы, курсы записаны, и периодически во время курса происходит лайв, взаимодействие с учителем, либо с ИИ, который его заменяет, ну там, например, дать фидбэк и так далее, поэтому я бы не сказала, что мы стали Skyeng'ом, я бы сказала, что у нас какая-то своя, свой путь у Lingva Tripp'а в онлайне, у нас скоро будет несколько новостей, есть одна новость, по поводу которой, знаете, я не могу еще ее говорить, но не факт, что это все получится, но если получится, я буду очень рада, вот, и давайте просто все вместе скрестим пальцы, чтобы это получилось, потому что это будет очень круто, вот, если нет, то будет другая классная новость, нормальная, не супер там мега, но закономерная, вот, поэтому вот так намекнула, да, вы знаете, вот этот уже сколько, 2014 год, 13 лет мы в бизнесе, это такой колоссальный, феноменальный личностный рост, и рост как предприниматель, как человек, плюс как публичный человек у меня произошел рост, я ни на что этот опыт не променяю, даже если бы мне сказали, так, Марина, пили что-то в онлайне, я рада, что я пошла за своей страстью, которая в итоге оказалась не такой прибыльной и не миллиардной компанией, но я шла туда, куда я верила, в итоге потеряли это, но это был классный путь, вот, наверное, вот так вот я скажу, потеряли в плане обучения вот этого краткосрочных курсов за рубежом, потому что моя мечта, конечно, была, что каждый человек, каждый год ездит учить язык, вот, но с точки зрения денег, с точки зрения того, насколько операционно сложный этот бизнес, большую платформу мы не осилили, но опять же, это был полезный опыт, и мы продолжаем нести свою миссию, помогать людям учить языки, поступать за границу, но уже на более долгосрочные программы, вот, наверное, так отвечу, но в общем, ждите новостей, что-то будет, что-то да точно будет, так, предпоследний вопрос, скучаете ли по России? Естественно, скучаю, мне кажется, но вот мы с Димой на полном серьезе рассуждаем, что пенсию бы очень хотелось провести в Петербурге, но вот особенно летние месяцы, и сразу последующий вопрос, хочу вести блог про жизнь в России, ведите, вы знаете, у меня столько в рекомендациях сейчас видео, типа, Москва вечером патриаршие пруды, ну, по-английски, 4К, и просто человек идет и снимает эти видео, и у него там сотни тысяч просмотров, там, наверное, очень хорошая монетизация на этих, на всех видео, давайте последний вопрос, чем бы вы занялись, если бы не LingvaTrip, не обучение за рубежом, какие еще идеи были, во что еще верили, а во что, может быть, верите и сейчас? Вот прикольно, кто досмотрит до конца, тот и узнает, я сейчас, знаете, вот в LingvaTrip я пришла из огромного желания учиться за рубежом самостоятельно, YouTube-канал я начала сдавая экзамены, поступая в университет, прошло 10 лет, LingvaTrip перерос в компанию, которая может уже функционировать без меня, моя медийность тоже принесла какие-то плоды, и сейчас я сдаю Toffle, и сдаю Jerry, и чтобы попробовать поступить на кое-какую программу, если меня туда возьмут, это будет невероятный, классный опыт, если меня туда не возьмут, то это будет классный опыт поступления, и может быть, я попробую перепоступить туда через пару лет еще, но эта программа очень классно ложится в то, что я делала последние эти 10 лет. На этой ноте мы с вами завершаем нашу рубрику «Вопрос-ответ». Пожалуйста, дайте мне знать, насколько она вам понравилась, и как вам моя новая студия. Дворцовая площадь, я купила около Спаса на крови эту картину, и здесь у нас с фермерского рынка, говорю, с антиквариатного рынка у нас в Аламиде, я езжу туда каждое первое воскресенье, ну не каждое первое воскресенье, но периодически езжу, первое воскресенье, каждое месяце продают очень много картин вот таких, я их обожаю покупать. В общем, пишите, как вам моя студия, как вам понравился этот подкаст, и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока!